Уважаемые коллеги, здравствуйте. Как вы уже знаете, в конце 2018 года была утверждена концепция преподавания предметной области искусства в образовательных организациях Российской Федерации. И в связи с этим нам всем, учителям искусства, предстоит реализовывать основные положения этой концепции. Одно из положений – это как раз тема нашего сегодняшнего вебинара – обеспечение преемственности содержания уроков предметной области искусства и внеурочной деятельности. Не лишним будет вспомнить, что говорит концепция по поводу данного направления. Как вы знаете, сама концепция имеет несколько разделов. И вот в третьем разделе, который называется «Проблема преподавания предметной области искусства», сказано в частности, недостаточно используется потенциал внеурочной деятельности в части создания и развития деятельности школьных коровых музыкальных и драматических коллективов. А также содержание образовательных программ предметной области искусства не в полной мере отражает потенциал этнокультурных и национальных особенностей региона. Это пункт 3.2 концепции. А в пункте 3.3, где обозначены проблемы методического характера, в частности, сказано, посмотрите на слайде, это третий пункт, не обеспечена преемственность содержания уроков предметной области искусства и внеурочной деятельности. А также недостаточно разработаны вариативные модели взаимодействия образовательных организаций и учреждений культуры с учетом специфики региона. Вот об этих пунктах и хотелось бы сегодня поговорить. То есть, как осуществляется связь урочной и внеурочной деятельности в работе учителя искусства и как учитывается специфика региона, в котором мы живем. Поэтому, хотелось бы сегодня об этом поговорить и показать, какие есть варианты внеурочной деятельности. Несколько слов о самой внеурочной деятельности, о цели и о направлениях. Ну, как вы знаете, цель внеурочной деятельности – это создание условий для проявления развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора. А направления развития личности, они обозначены вот здесь в скобочках, их несколько. Я думаю, что вы все их знаете. Это духовно-нравственное направление, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, имеющее к нам непосредственное отношение, спортивное, здоровительное и другие. Внеурочная деятельность тесно связана с урочной деятельностью, обеспечивает преемственность и взаимосвязь программ внеурочной деятельности и реализуемых УНК. Так прописано во ВГОС. Принципы организации внеурочной деятельности тоже не лишний проговорить. Конечно же, в первую очередь, в соответствии возрастным особенностям обучающихся, интеграции учебной и внеурочной деятельности, о чем мы с вами и будем сегодня говорить. Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности, опора на ценности воспитательной системы конкретного образовательного учреждения. Ну и последний пункт. Свободный выбор на основе личных интересов и склонности ребенка. Способы организации внеурочной деятельности, не буду их перечислять, они здесь на слайде ясно показаны. Также, обратите внимание на последний пункт, использование ресурсов учреждений дополнительного образования. Это одно из направлений концепции. И ориентиры в организации, внеурочной деятельности образовательной организации. Нам в первом месте, конечно же, интересы и склонности обучающихся, запросы родителей, законных представителей обучающихся. Очень важно, да, какими возможностями обладают образовательные учреждения дополнительного образования. Есть они или нет рядом со школой, где проходят занятия или нет. Виды внеурочной деятельности. Тоже нет, наверное, необходимости на них останавливаться. Все вы их знаете. Красным цветом выделил то, что, на мой взгляд, для нас наиболее характерно. Хотя, конечно, и игровая деятельность, и познавательная деятельность так или иначе присутствуют в проводимой нами внеурочной работе. Также на этом слайде не буду останавливаться. Формы реализации внеурочной деятельности в образовательном учреждении вы все их, конечно, знаете. Это и олимпиады, и соревнования, и конкурсы. Думаю, что все вы принимали в той или иной мере в этом участие. Как соотносятся внеурочная деятельность и воспитательные результаты? Ну, как известно, внеурочная деятельность направлена на достижение определенных воспитательных результатов. Вот они у нас здесь на слайде прописаны. Приобретение учащимися социального опыта, формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям, приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. Ну, а теперь, коллеги, собственно, опыт учителей в организации внеурочной деятельности. Вот на этом слайде я бы хотел представить опыт замечательного учителя из Красноярска Татьяны Федоровны Ёшкиной. Думаю, что многие из вас знают ее, особенно учителя из образительного искусства. Обратите внимание на изображение в левой части экрана. Это памятник, который находится во дворах между улицей Краснодарской и проспектом Металлургов. И вот рядом с этой картинкой справа портрет красивой женщины. Это балерина Анна Павлова, участница Дягилевских сезонов в Париже. Татьяна Федоровна Ёшкина спрашивает, а что вот общего между этими двумя изображениями? На первый взгляд вообще ничего общего нет. Это памятник, какой-то памятник во дворах в Красноярске и всемирно известная балерина Анна Павлова. И вот Татьяна Федоровна Ёшкина выстроила так свою внеурочную деятельность, что оказалось понятно, почему вот эти два изображения находятся здесь рядом. Конечно же, эти два изображения связывают между собой личность замечательного скульптора, нашего земляка Георгия Дмитриевича Лаврова. Наверное, для большинства красноярцев он известен как создатель памятника Василию Ивановичу Сурикову. Первоначально этот памятник стоял около Суриковского училища на правом берегу. Сейчас он находится, как вы знаете, в центре левобережном на перекрестке улиц Сурикова и проспекта Мира. Так вот, если мы посмотрим на годы жизни Георгия Дмитриевича, 1895 год, это год, в который, кстати, родился и Сергей Есенин. В этот год родились многие представители Серебряного века русской культуры. Так вот, Георгий Дмитриевич Лавров учился в Париже, как выяснила Татьяна Федоровна и ее воспитанники. В Париже, во Франции, у учеников знаменитого скульптора Гюстера Дена. То есть был такой скульптор-модернист Георгий Дмитриевич Лавров. И именно он ваял изображения Анны Павловой, знаменитой русской балерины. Более того, сама Анна Павлова просила, чтобы именно Георгий Дмитриевич Лавров, сибиряк, наш земляк, ваял ее портреты, скульптурные образы, которые она танцевала. К сожалению, судьба Георгия Дмитриевича Лаврова сложилась во многом трагично. В сталинское время он был репрессирован. Об этом тоже рассказывает Татьяна Федоровна Ешкина со своими учениками. Он отбывал ссылку и на Дальнем Востоке, в Магадане. Кстати, в Магадане есть дворец культуры, построенный в таком сталинском стиле. И вот его украшают статуи, как раз сделанные Георгием Дмитриевичем Лавровым, когда он там был в ссылке. Дальше Георгий Дмитриевич Лавров отбывал срок, так скажем, на поселении в Красноярском крае, на юге Красноярского края он был. Те, кто из Минусинска, знают, что есть такой памятник революционеру, партизану Щетинкину в Минусинске. Это как раз работа Георгия Дмитриевича Лаврова. Ну и, конечно, вот этот памятник, который долгое время был безымянным, никто не знал, по какому поводу он стоит во дворах между улицей Краснодарской и проспектом Металлургов, тоже это работа Георгия Дмитриевича Лаврова. Вот благодаря Татьяне Федоровне Йошкиной, благодаря ее внеурочной деятельности, вот многие ее воспитанники, и не только воспитанники, коллеги узнали вот о таком интересном скульпторе, который достоин, в общем-то, удивления и гордости, что такой скульптор наш земляк, и творчество его связано с Сибирью. Еще одно образец такого внеурочного мероприятия, который разработали учителя Ольга Степановна, Нина Николаевна, Людмила Васильевна. Вы можете увидеть их фамилии с левой стороны нашего кадра. Сибирский самородок, художница Варвара Бондина. Тоже имя, знаковое для нашего края, хотя, может быть, многие из вас не знают, кто такая художница Варвара Бондина. Тем не менее, минусинцы, мне кажется, должны знать это имя, потому что работы этой художницы присутствуют не только в российских коллекциях, но и за рубежом. Здесь вы можете увидеть на этом слайде цели, задачи внеурочного мероприятия, посвященного творчеству художницы Варвары Бондиной, знаменитому минусинскому самородку. Так можно сказать. Вот на фотографии вы можете увидеть ее изображение на фоне ее работ. Также наши коллеги, учителя приводят различные высказывания о творчестве этой художницы. В частности, член Союза художников России Елена Юрьевна Безызвестных, которую многие из вас знают, потому что были на курсах повышения квалификации, в институте повышения квалификации, сказала про Варвару Владимировну. Редко сны. Исключительный талант минусинской художницы Варвары Бондиной, думаю, поражает в самое сердце всех, кто с ним соприкасается. Она не имеет диплома художника, однако ее искусство смыкается с профессиональным по уровню вкуса и мастерства. В то же время оно, безусловно, народно. Настолько ощутима генетическая связь с такими разными прототипами, как православная икона и отголоски славянской архаики, народная сказка и колыбельная, лубок и детский рисунок, деревянная изба и тканые коврики. Вот изображение на слайде. Учителя хотели представить этот образ в высказываниях художницы, в ее работах, что мы можем ее увидеть. Вот картины, которые написала художница. Знаменитый рождественский ангел, работа, которая посвящена теме православной семьи. У самой художницы было пятеро детей. К сожалению, она очень мало прожила, не дожила и до сорока лет. Немножко посмотрим работы с описаниями, которые наши коллеги сделали вместе с детьми. Здесь высказывания самой художницы о творчестве и высказывания ее с современников. Вот работа «Могучий подсолнух». Альбом работ Барбары Бондиной «Под крылом ангела». К сожалению, автор очень радо нас покинул, но творчество ее, безусловно, достойно восхищения, почитания и гордости. Я думаю, что учителя, согласно концепции, конечно, должны обращаться к региональному материалу, показывает то, что в том месте, где они живут, есть яркие представители, достойные подражания, у кого можно учиться. Что касается музыкальных мероприятий, организованных учителями музыки. Вот, пожалуйста, творческий конкурс «Игра музыкальная мозаика». Организаторы Вера Геннадьевна Фадеева, Галина Викторовна Ковалякова. Посмотрите, да, это такое внеурочное мероприятие, рассчитанное на кооперацию между разными школами в районе. Цель конкурса – поддержка творчески одаренных детей при общении подрастающего поколения к культурному наследию через разные жанры детского творчества, театрализация, импровизация, не только музыка. То есть получается, что музыка в содружестве других искусств, что очень важно и что тоже как бы приветствуется концепцией. Посмотрите, на этом слайде представлено содержание творческих заданий конкурса. Здесь и домашнее задание, инсценирование одной песни из советских кинофильмов или мультфильмов. Это и музыкальная афиша, это и задание на угадывание песни по картинкам, когда командам предлагается зрительный ряд с иллюстрациями к известным детским песням, и нужно дать название данной песни, то есть отгадать ее. Ну вот пример такого задания. Изображение, название какой песни здесь зашифровано. Изображена ложка, изображен снег и процесс смешания изображен. Тут, конечно же, зашифрована песня колыбельная из мультфильма «Умка», «Колыбельная медведица», музыка Евгения Крылатая, слова Яковлева и Юрия. Или вот еще один пример. Что мы здесь видим? Мы видим буквы, мы видим процесс писания, «Тонкая перышко и тетрадь». Конечно же, это песня «Чему учат в школе» автора музыки Владимир Шаинский, слова Михаила Плецковского. Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь. Тоже, думаю, что вы догадались, о какой песне идет речь. Играющий на громошке мальчик, у прохожих на виду, да, и рождественский торт. Это что за песня? Новогодние игрушки, свечи и хлопушки. Да, это песня Аркадия Харалова, на слова Андрея Дементьева, новогодние игрушки, свечи и хлопушки. Вот такое, да, уже посложнее задание из внеурочного мероприятия. Что мы здесь видим? Остров, да, синий небосвод и лето круглый год. Лето круглый год. Зашифрованная песня, да, песня Владимира Шаинского на слова Андрея. Юрия Энтина Чунга Чанга, да, из мультфильма Котирог. То же самое, думаю, здесь все отгадали. Облака белогривые лошадки. Тоже, думаю, что все угадали. Процесс, когда лебеди уносят мальчика, уносят звенящую снежную даль. Эта песня, кто-то-нибудь из вас может догадаться. Здесь ворона, собака, корова изображена. Да, это, конечно же, из мультфильма Пластилиновая оборона. Песня «Одну простую сказку» на музыку Юрия Гладкова и слова Эдуарда Успенского. То есть вот такое задание. Конкурс «Игра. Музыкальная мозаика». Есть в этой конкурсе, в конкурсе «Игре. Свои критерии оценки». Вот они, вынесенные на слайд. Посмотрите. То есть вот такая продуманная, стройная система оценивания. Есть внеурочные мероприятия, как бы целый комплекс внеурочных мероприятий, опять же ориентирован на региональный компонент, так скажем, на региональной основе. Вот посмотрите, наши коллеги Марина Николаевна Байчикова, Валентина Вальдемаровна Иост, Ирина Сергеевна Жирносек разработали вот такой комплекс мероприятий, посвященных творчеству художника Андрея Геннадьевича Поздеева. Актуальность этого внеурочного мероприятия они обозначили так. На сегодняшний день учащиеся школ мало знают историю художественного наследия Красноярского края. Немногие знакомы с творчеством сибирского художника Поздеева. Тем не менее, он знаменит своими работами не только в Красноярске, но и за рубежом. На его примере мы можем воспитать людей нового поколения, которые могут мыслить и творить за рамками общих правил, общих канонов. И вот такая идея в основе их внеурочного мероприятия. Здесь коллеги наши сделали презентацию, рассказывающую о биографии и о творчестве Андрея Геннадьевича Поздеева. Можно немножко посмотреть его работы. В 80-е годы в круг чтения Андрея вошла Библия, книги посвященные истории. Обратите внимание, что здесь репродукция его работ. В центре работа «Тайная вечеря». Думаю, что вы тоже знакомили своих детей с этой работой Андрея Поздеева. Вызывает у детей такой неподдельный интерес. Очень важно, что учителя, наши коллеги, они подчеркивают, что Андрей Геннадьевич Поздеев – это предмет гордости сибиряков. Не только в Москве и в Петербурге есть значимые, знаковые личности, но и у нас. Это очень важно. Гордость за свой край, за свой регион, в котором мы живем. Посмотрите, коллеги, что включено в план работы в универочной деятельности. Какие задачи в универочной деятельности. Посетить достопримечательности Красноярска. Посетить музей художника Поздеева в Красноярской школе номер 69. По окончании мероприятий дается задание учащимся яркими цветами спектра нарисовать букеты и оформить выставку рисунков, посвященную памяти художника. Это своеобразная подготовка к юбилею Андрея Поздеева, которому в 2021 году исполнится 95 лет. Вот, посмотрите, да, там годы жизни его приведены в конце слайда. Ну и, конечно, нельзя обойти вниманием, поскольку приближается 75-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вот такое, такое внеурочное мероприятие, которое разработали Диана Владимировна Сычева, Галина Михайловна Нестерова, Ольга Михайловна Золотарская. Да, здесь репродукция картины «Отдых после боя» мы видим с вами. Вот внеурочное мероприятие под названием «Хлеб пополам». Ход занятия демонстрируется плакат, вы видите его с правой стороны слайда, видеоролик на песню Владимира Высоцкого о невероносе из боя. Да, и задаются такие знаковые вопросы. Что объединяет эти разные произведения? Какая тема нашего занятия? Чему оно посвящено? Что такое дружба? Что такое фронтовая дружба? И почему она считается самой крепкой? То есть, выход на ценности. Через какие виды искусства нам сейчас была представлена эта тема? Да, изо-плакат, музыка, песня, кино, видеоролик. То есть, здесь тоже мы видим интеграцию искусств между собой. Посмотрите, да, если мы посмотрим план внеурочного мероприятия. Здесь и инсценирование. Дети делают сценку с участием, то есть сценку из поэмы Твардовского Василия Теркина. Дальше дети готовят сообщения у фронтовых товарищей и выступают под мелодию песен военных лет. Дети поют заранее разученную песню «Три танкиста». Вот такие этапы внеурочного мероприятия. Далее, под руководством учителя изобразительного искусства дети создают общий калаш «Салют Победы». Дети разделяются на группы. Да, каждая группа получает задание. Вы это видите на слайде. Завершая наше мероприятие, хочется спросить, почему оно называется «Хлеб пополам». Мы сегодня увидели и сами попробовали говорить языком разных видов искусства в войне и затронули важную тему дружбы и взаимопомощи в непростых условиях. И все это мероприятие заканчивается совместным исполнением песни Давида Тухманова «День Победы». Вот такое внеурочное мероприятие, разработанное нашими коллегами. Что еще очень важно? Я уже говорил о том, что, конечно, региональный компонент, региональный материал необыкновенно важен. Этот слайд как раз демонстрирует то, что, наверное, каждый поселок, каждый районный центр имеет своих ярких представителей, о которых стоит говорить и которым стоит посвящать внеурочное мероприятие. Ну вот на данном слайде вы видите Мотыгина, знаменитый Мотыгинский театр, единственный муниципальный театр у нас в России. Обратите внимание, да? А с левой стороны слайда это картина мотыгинского народного художника Юрия Яковлевича Колпакова, о котором тоже можно много говорить. Это тоже предмет для гордости мотыгинцев. Или вот еще, да, поскольку у нас, знают это или не знают, да, у нас в Красноярском крае был создан первый советский роман. Вообще первый. То есть раньше, чем «Хождение по мукам» Алексея Толстого, раньше, чем «Разгром» Фадеева, раньше, чем «Хихидон». Именно у нас в Красноярском крае был создан первый советский роман «Два мира». И в 2021 году будет исполниться ровно 100 лет, как этот роман появился в печати. Автор этого романа, который был написан в городе Канске, Владимир Яковлевич Зазубрин. Посмотрите, вот с правой стороны его изображение, а с левой стороны внизу вот группа писателей Каннска. Кстати, вот второй слева – это еще одна знаменитость Каннская. Вивиан Итин, автор первой советской фантастической повести. Первой. Опять же, коллеги, обратите внимание, не в Москве, не в Петербурге, а у нас в Сибири появились эти произведения. Первый советский роман, первая советская фантастическая повесть. Вивиан Итин, Владимир Зазубрин. Ну, а сверху вы видите такой барельеф над Домом кино, образ революции. Ну, поскольку раньше Дом кино назывался кинотеатр «Октябрь», если вы помните. Вот революция в образе такой девы, женщины, попирает коленем старый мир. Тоже образ навеян, во многом связан с образом повести Владимира Зазубрина «Щепка». Так что, коллеги, если кто-то еще не знает об этом произведении, об этом авторе, Владимир Яковлевич Зубцове, имеющем псевдоним писательский Зазубрин, пожалуйста, имейте в виду, что это тоже предмет гордости, и творчество этого писателя может быть предметом внеурочного мероприятия. Вот, собственно, я хотел об этом сказать. Что еще, коллеги, очень важно, к нашему вебинару, к материалам вебинара приложен текст книги «Внеурочная деятельность. Теория и практика. 1-й, 11-й классы». Эта книга посвящена вопросам организации внеурочной деятельности, оригинальной методике планирования внеурочной деятельности, а также вот в этой книге содержатся варианты рабочих программ и рекомендации по их реализации. Все это вы найдете в материалах к вебинару. Ну, на этом то, что я хотел сказать, я вам сказал. Пожалуйста, посмотрите материалы вебинара. Эту презентацию вы можете себе скачать, а также прошу вас скачать как раз текст книги «Внеурочная деятельность. Теория и практика». Еще раз повторяю, что текст этой книги, он приложен к материалам сегодняшнего вебинара. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы. Продолжение следует... Коллеги, если вопросов нет, благодарю вас за внимание. Контактные данные мои есть. Если какие-то вопросы возникают, пожалуйста, обращайтесь. Всего вам доброго. И, уважаемые женщины, всех с наступающим праздником. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...